всем привет я дарта это канал преимущественно про искусство но здесь темы рассматриваются не только про искусство но много достаточно психологических роликов будет есть уже какая-то часть потому что художник это неотъемлемая часть психологии или наоборот неотъемлемая часть художника в общем творческие люди подвержены всяким психологическим приколам и я это знаю не понаслышке и в этом ролике я хочу поговорить про выгорание эта тема не только для художников это принципе для любого человека который особенно который так или иначе очень сильно увлечен своим делом выгорает все еще много таких вещей все делают вначале определимся с термином что такое выгорание да у меня бумажка я по ней читаю выгорание в моем понимании по крайней мере ну всеобщее принято выгорание это потеря интереса к собственному делу и вплоть до того что вам может показаться что выбрали не то направление выбрали не ту нишу для себя вы можете думать о том что вот я тогда в 10 лет такой неправильный выбор сделала как будто 10 лет можно сделать правильный выбор и вы можете просто бросить любимое дело почем зря то есть вообще этого делать не надо я потом об этом скажу это последнее что надо делать и определимся в начале с тем кто вообще подвержен выгоранию первое по моим наблюдениям это ну естественно наверное трудоголики под этим я понимаю людей которые по разным причинам в причинах разбираться мы сейчас не будем люди которые очень-очень много работают такие люди просто не умеют отдыхать не считают нужным для них отдых это работа работа отдых вот эта вот система вторая категория это люди амбициозные которые настолько амбициозны что имеют даже нереалистические амбиции на этих амбициях можно очень далеко уехать но в конечном итоге очень жестко остановиться навсегда об камень напишите пожалуйста в комментариях был ли у вас такой тип выгорания или какой-нибудь другой вообще я буду очень рада пообщаться с вами в комментариях узнать тот художник который выгорал или не художник просто было ли у вас такое была ли такая ситуация и как вы с ней справлялись следующая категория людей это перфекционисты это люди которым надо идеально сделать также это могут быть люди которые не монетизируют свое дело всей жизни то есть как бы либо монетизируют его недостаточно им как бы этого не хватает они могут этого даже не понимать например причина отсутствия этой монетизации может быть в том что вот как у художников часто бывает что да я очень много получаю отдачи от самого процесса мне в принципе деньги такие не нужны это огромная ошибка потому что мост понимает что вы тратите энергии не получаете отдачу и человеческий организм он не любит тратить энергию любит скорее получать ее и тратить ее на постоянке без отдачи в том числе финансовой это не очень долгосрочная тема и и еще одна ну не категория а скорее все остальные люди я просто не могу разобрать некоторые вещи в рамках этого видео это люди с травмами психологическими с которыми прямо надо идти к психологу наверное например когда человек вот вообще не умеет себя хвалить и вообще не умеет получать удовольствие от процесса от того что он делает от каких-то результатов просто он тебя не может хвалить к примеру таких травм может быть много они разные но они как бы не решаются просто осознанием и давайте разберем сразу чего точно не надо делать если у вас выгорание первое это продолжать работать в данном направлении конкретно в данном направлении данный период времени потому что я думаю не надо объяснять почему ну давайте попробуем ну например вы бежите несколько километров и вы уже чувствуете что он плохо ну прям буду вообще плохо но вы продолжаете бежать что будет сердце остановится или что-нибудь еще то есть ничего хорошего из этого не будет не надо дожимать если прям вот совсем нет если уже выгорание дальше от этого нельзя избавиться на ходу тут уже как бы надо только остановиться и подумать что сделать дальше как это решить но ни в коем случае не решать это все на ходу конечно есть феномены которые умеют выгорая тащить на себе что-то но это какие-то я не знаю у них из чего сделана нервная система и второе чего нельзя делать в моменте выгорания можно подумать об этом потом и то и не советую об этом доме это менять нишу то есть то чем вы занимались не надо думать в моменте что ну все это не мое этом ошибки не надо надо остановиться что можно делать и нужно делать если вы все-таки выгорели первое я не записал этот сценарий я думаю это надо по пунктам разобрать вот категории которые перечислила для каждой категории плюс минус решение для очень амбициозных людей это естественно посмотреть а реалистичные ли ваши амбиции потому что могут быть может быть вы вот тут в точке а а ваши амбиции вон там точки бы и у кого вы понимаете то то есть нужно эти амбиции немножко вы сюда хотя бы привести чтобы до них можно было достать потом еще повысить потом еще повысить и так далее если вы трудоголик то если вы трудоголик который любит составлять план на неделю там расписываю так то запишите туда выходной в воскресенье и суббота или только воскресенье для начала хотя бы несколько часов воскресенья я опять же скажу что я ориентируюсь на свой личный опыт у меня нет психологического образования не есть опыт и наверное какой-то какие-то предисположенности психологические эмпатические какие-то еще поэтому я свой трудоголизм решала так я просто ставила в план отдохнуть как будто бы это дело тогда ваша психика понятно что вы не устанете к этому дню понятно что вы все равно будете быть мне отдых не нужен я там отдыхаю когда работаю но просто поймите что вашему организму нужен отдых может вам он не нужен организму нужен это две разные вещи относитесь к этому как бы по-разному вот вы есть вы то есть ваш организм о котором надо заботиться и он просит вы даете выходной перфекционизм как цель она вообще неэффективна то есть вы делаете идеально для чего если у этого есть конкретную цель если вам надо на конкретно там конкретное дело надо сделать идеально ok но если вы перфекционист вы же постоянно все идеально делаете и попытайтесь ориентироваться не на перфекционизм как цель ставить целью реальную цель то есть например я там участвую в каком-то конкурсе художественном и мне нужно сделать работу но она должна быть я понимаю что как бы у меня достаточно большие шансы например я не буду делать эту работу вот вообще идеально мне есть определенное требование определенный уровень до которым надо сделать и все то остальное время потраченное когда я буду его так выдачивать посетите оно будет абсолютно бесполезно потеряно потому что и так и так я получу допустим ну я примерно они те же получу результаты в рамках этого конкурса там какое-то место и зачем мне стараться зачем мне стараться лучше я могу эту энергию потратить на что-то более важное чем на вот этот конкурс который и так и так оценят плюс-минус одинаково а если я делаю больше то я просто сделаю больше ничего больше я от этого не получу я просто сделаю чтобы сделать я вообще не вижу в этом сейчас уже эффективности но раньше я об этом не сильно думала не могу сказать что мне профессионализм не принес что-то хорошего принес но как будто бы вот усилия затраченные на это все они все равно не оправдались он не принес но не настолько насколько я потратила если у вас есть определенные ожидания от своего дела то не надо ничего ожидать я так скажу у людей с ожиданиями есть такая проблема что они не умеют наслаждаться процессом кайфовать в моменте вот вы как бы допустим рисуете и вы ждете что вот у вас что-то вот потом из этого будет а как раз таки у людей с ожиданиями акцентуация идет не на моменте точнее слишком сильно акцентуация идет но на каких-то последствиях от их деятельности чем на процессе вот вам как раз лучше с результата сместить внимание на процесс выгорание есть очень важное правило точнее даже не правило есть очень эффективный способ выйти из выгорания чтобы не выйти из своей ниши допустим допустим вы вот рисуете да и вы подумали что вот я не то выбрал я не хочу больше рисовать а вы уже этим миллион лет занимаетесь и тут вдруг вас стукнуло что не не мое это скорее всего вас говорит именно ваше состояние ваше выгорание и что можно сделать чтобы не выходить из профессии можно поменять позиционирование что я имею ввиду объясню опять же на своем примере у меня было выгорание первый раз от трудоголизма потому что я просто устала и тогда я просто два месяца лежала смотрела игру престолов и ничего не делала вообще ничего я просто смотрела гуляла смотрела гуляла смотрела гуляла короче не рисовала ничего я просто вот так вложила кисточку я поняла что если я еще один и чуть напишу то все я сдохну я прям отдыхала слава богу у меня была такая финансовая возможность просто отдыхать и есть но и это мне помогло но выгорание было не очень сильное второй раз я выгорела и как раз сделала то что я вам сейчас скажу поменяла позиционирование то есть то есть если вы художник например то вам не обязательно рисовать внутри вашей профессии можно делать много чего еще там нет как это объяснить второй раз когда я выгорела я мне уже не помог бы отдых я прям конкретно подумала что профессия вот это вот это не мое я поменяла позиционирование то есть я перестала так много рисовать так много вкладываться потому что когда ты пишешь работу любую это огромный эмоциональный вклад ты очень много отдаешь своего внутреннего мира и получаешь ты что-то из этого не получаешь неважно ты все равно устанешь а я как бы вот как раз таки не вижу вот этого момента иногда что надо остановиться отдохнуть я когда уже сильно устала я поменяла позиционирование в том смысле что стала вести ютуб-канал стала вести блог стала участвовать больше в конкурсах с теми работами которые уже есть я столько узнала о конкурсах все это так интересно стала общаться с художниками брать у них интервью то есть как-то вот все что у меня есть все мои вот эти работы и опыт просто я я не поменяла я все еще художник я все еще в этой нише но я проявляюсь по-другому и как бы сейчас я чувствую что я уже отдохнула и я опять начинаю больше рисовать потому что как бы это как музыкант который перестает писать музыку потому что он ну несколько лет выпускает альбом но в это время пока выступает с турами выступает с концертами да он же не пишет не постоянно генерирует контент так же и вот например художник который много рисует он же все равно если постоянно рисует все равно возможно устанет но я не знаю как вы но вот я человек который устает все одно и то же делать мне нужно постоянно что менять и в этот момент я как бы да стала больше вот в инфосферу уходить и это мне помогло даже открыть в своей профессии внутри своей профессии много нового вот о чем это я если вы занимаетесь если вы занимаетесь так же долго долго каким то определенным какой то определенной профессии там допустим лет 15 10 ну как я примерно там 10 лет и вы хотите поменять нишу потому что вы там выгорели ну скорее ну это немножко даже наверное не то что глупо это вообще неэффективно это вам 10 лет придется новое что-то изучать а если вы хотите каких-то реальных результатов то вы в два раза дольше в три раза дольше будете их достигать я бы запретила человеку который выгорел менять нишу нужно уметь оставаться внутри нее очень долго просто как-то вот ее варьировать ну и так же я могу дать некоторые советы наверное стандартные очень банальные советы это радовать себя вот у вас есть какие-то мелочи которые вам нравятся там кофе утром там капучино сделать себе самой самому там или например на ночь что-то почитать например погулять мне очень помогает не знаю у меня какое-то у меня какое-то бешеное желание постоянно гулять и спортом заниматься спорт очень помогает отвлечься и заняться физической активностью также найти себе какие-то хобби которые тоже будут за вас радовать в моем случае мое хобби стало моей профессией но я нашла еще некоторое хобби я например люблю ноготочки делать реально прям научилась прям мне ну иногда я это делаю мне это нравится ну если у вас не сильная степень выгорания а как например у меня была вот первый раз когда я вам рассказывала что я смотрела просто ничего не делала просто отдыхала просто отдыхала ну мне я тогда настолько много долго не отдыхала что я вот эти вот там месяц которые я отдыхала мне даже вот этот месяц если раскидать на год там не будет достаточного количества выходных то есть вот настолько я устала и можете тоже просто отдохнуть вот прям от души если у вас не сильная степень выгорания опять же если там достаточно просто отдыха уехать куда-нибудь попутешествовать с друзьями увидеться вот эти все самые банальные следы они на самом деле помогают я надеюсь это видео было вам полезно подписывайтесь на канал вы любите искусство если вы любите саморазвитие ну и просто если вам понравилось также подписывайтесь на мой новоиспеченный инстаграм который я недавно опять завела и на телеграм-канал там много интересного от того ничего нет ни в сторис ни в инстаграме ни вконтакте спасибо за то что засмотрели это видео до конца и увидимся в следующих роликах вот спасибо